Юные законотворцы предлагают свои инициативы и социальные проекты. Во Владимире прошел заключительный день осенней сессии школы юного законотворца. В этом году данный проект курирует партия «Единая Россия». На протяжении месяца ребята постигали азы политики и запоминали, как устроена система власти в Владимирской области. У нас были проведены всего 8 занятий, 8 лекционных, 8 практических. Спикерами наших лекционных занятий выступали депутаты законодательного собрания, представители профильных комитетов, более того, выступали интересные люди, финалисты лидеров России, федерального конкурса по личной эффективности. Более 120 заявок на участие, только 105 школьников и студентов смогли дойти до итогового дня и представить свои проекты. Так, например, Арина Кузнецова из Владимира обеспокоена вопросом об отношении к домашним животным. Люди, наигравшись с котенком или щенком, просто выбрасывают их на улицу. А чтобы такого не было, Арина предлагает чипировать домашних питомцев. Девушка, признается, приходилось думать даже над мельчающими подробностями. Пример, спросили диаметр чипа. То есть это был действительно неожиданный вопрос, потому что и хомячки, и кошки, и собаки, и вообще различные домашние животные, и это довольно сложно. Ну, мы ответили 1,2 сантиметра, поэтому, ну, в принципе, это приемлемо. Также в ходе разработки законопроекта наставники задавали и другие вопросы. Что же делать, если убежала собака? Штраф пришлет в каком размере? Мы определили его от 10 до 100 тысяч рублей. Да, это довольно много. Вот, однако мы считаем то, что, как сказал Антон Десенток Зюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. На заключительном дне школы юного законотворца присутствовал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Роман Кавинов. Он также является одним из спикеров школы юного законотворца. Депутат отмечает, что ребята видят проблемы под таким углом, который не виден взрослым. У нас так повелось, что Владимирское региональное отделение системно и этапно работает с молодежными организациями, с молодежью. И поэтому я думаю, что школа юного законотворца – это один из таких хороших инициатив, хороших начинаний, которые мы обязательно продолжим в дальнейшем. Есть среди участников и те, кто выступает против утилизации санкционных продуктов. Ребята и соответствующую инициативу подготовили. А ведь только за прошлый год было уничтожено более 7 тонн продовольствия. А ведь эти продукты могли помочь как бездомным людям, так и животным. Чтобы уничтожение продуктов остановить, юные законотворцы выступают за изменения в федеральном законе. Статья 1. Пункт Т1. Внести изменения следующего содержания. Уничтожению изменить на транспортировке пункты кормления бездомных, а также приюты для бездомных животных. Исключительно бесплатно и в некоммерческих целях. Как отмечают наставники, члены партии «Единая Россия», участники показали очень высокие результаты. Возможно, чьи-то инициативы перерастут в настоящие законы. Стать депутатами после такой школы вполне реально. Ведь теперь членом Молодежной Думы можно стать с 16 лет. Для этих ребят информация очень актуальна. Ведь пройдя школу юного законотворства, шансы попасть в большую политику увеличиваются.